Бронереза Очередная возможность сделать обзор на последнего стихийного бронереза на данный момент. Эвелин. Почему она топ и ее нужно качать? Ставь лайкос и погнали! 727 атаки с руки, 712 обороны и 1355 здоровья. Ее навык работает как и навык любого стихийного бронереза. Быстрая мана, срез брони на 54% сразу трем целям для героев синего цвета. Данный герой универсален во всех понятиях. Налеты, оборона, титаны. Незаменима в каждом этом сегменте. Если вы смотрели обзор на Пантеру, вы уже должны понимать на что способен этот герой. Так как это точная копия Пантеры. Для тех кто в танке, я поведаю еще разок. Срез брони стандартного бронереза и стихийного, в данном случае Эвелин, стакаются вместе. В итоге, под двумя срезами брони у цели получается дебаф на 88% к защите против зеленых героев. А прибавив к этому усилителя типа Тарлока, Гадейруса и Царя, мы получаем отличнейший урон. А стоит ли говорить, какие цифры будут лететь в слабое место и критом? Как и в случае с Артуром, цифры в слабое место будут лететь под 4000 с одного камешка, при условии, что у вас в команде есть одни из вышеперечисленных героев. Не стоит забывать и про связь стихии, которая делает Эвелинку чуть лучше, чем Пантера, особенно в связке с Альберихом или Мамкой Севера, которая хилит всю зеленую команду каждый ход в течение 6 ходов. Бонус, но приятно. Особенно на Титане, где иногда нужны как раз таки 50-100 хп, чтобы герой вышел после удара Титана. Касательно же налетов и обороны. Да, как я уже и говорил ранее, Эвелин универсальна во всем. В атаке она раз за разом будет лупить под уже срезанной броней своим же умением, обновляя дабаф целей и нанося увеличенный урон. А если у вас есть хотя бы 2-3 героя в атаке, зеленые камни будут лупить ну очень неприлично больно. Идеальный герой против центральных, которые накладывают бафы, благодаря тому, что снимает усиление с трех целей. Квина, Арес и прочие топы теряют шанс от хила. Если, конечно, камушки после их активации на поле есть. В частности, после гвины, которая режет ману. Повторная активация навыка по героям с наложенным срезом будет наносить по 450-500 урона с ульты. Как, собственно, и в обороне. Много нервишек может подпалить врагу. Правда, не всегда. Думаю, с оценками не стоит затягивать, как и у Пантеры. Налеты 10, оборона 9 и Титаны 10. Сбалансированный герой по всем своим показателям и пригоден для любых целей в вашей команде. Тем не менее, в сравнении с Пантерой, Эвелин всегда можно оставить на 370. Ведь функции бронереза выполнять она будет так же. Просто нужно подпитывать ее живучестью. А причина проста. У Пантеры больше атаки и меньше топовых героев в фиолетовом цвете для прокачки. У зеленых же целая тьма топов и жертвовать ими, ну, не очень будет правильно. Заканчиваем обзор, ставим лайки и подписываемся на канал. Чего? Не подписался на канал еще? Ууу, много интересного пропустишь. Ну ладно, дальше интереснее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok